Вы прям удивили всех наших зрителей, порадовали, честно говоря, потому что ваше высказывание с ядерной картой покончено. Очень противоречит на фоне унылых комментаторов, которые последние дней 5 в Украине говорят, слушайте, ну дальше конфликт, интенсивность или напряжение повышать, ну вот только в сторону тактического ядерного оружия. Больше карту Путина не осталось, все, ему либо сдаваться, уходить и хоронить себя, либо тактическая, и он его применит. Ну я что, должен повторить еще раз? Повторю, три моих аргумента, повторяю уже на каждой передаче с вами, Оксана, и на всех, три причины, по которым я считаю, что вероятность применения Путина тактической крайне, крайне. Первое, это бессмысленно с военной точки зрения, это не решает ни одной военной задачи. Ну вот, уничтожат они один город, это чудовищное преступление. Убьют они там 200 тысяч человек, заразят вообще Украину и полу Европы радиоактивным. Что это? Изменят что-то в военном плане? Украина перестанет наступать и бить их на фронте? Запад перестанет Украину поддерживать? Ничего подобного. Вторая причина, он не шахид, он богатейший человек мира, его состояние оценивается в 250 миллиардов долларов. У него там масса детенышей от всяких кабаевых, кривоножек. Он любит очень такую шикарную сладкую жизнь, умирать он не хочет. Но ему объяснили, и Селиван, которого очень любил Кремль, Блинкен, объяснили ему одно и то же, что в случае ядерного удара его просто убьют. Ну хорошо, предположим, он все-таки сумасшедший. Он так ненавидит Украину, что не только кушать не может, но и жить не может. И готов умереть за то, что в уничтожье. Предположим, но тогда мой третий аргумент включается, что у него нет вот такой кнопочки на столе, он сжимает и уничтожает применение. Ядерное оружие, кстати, тактическое тем более, это сложная логистическая операция, требующая участия не менее двух десятков российских офицеров на разных уровнях военной лестницы. Если мы допускаем все-таки, что Путин сошел с ума, жить не хочет, хочет уничтожить в Украине, что не так, то эти 20 человек все не могут одновременно быть в таком состоянии. Поэтому я полагаю, что, ну я уверен, что ядерное оружие он не применит. Ну а если применит, ну будет то же самое, что ему прописали. Убьют его и всю российскую армию уничтожат конвенциональным оружием. Американцы уже подробно объяснили, Сельвана и Блинкен в общих чертах, а основные генералы, ну прежде всего Дэвид Петроэллос и Бен Ходжес, они объяснили детально, что будет в первые полчаса уничтожить российский Черноморский флот. А там дальше в зависимости от дальнейшего поведения. Я даже думаю, что сейчас вот этот вопрос обсуждается, я уверен, что Зеленский его ставил. А не применить ли вот эту меру уничтожения Черноморского флота уже сразу, не дожидаясь ядерного, а вот в ответ на те варварские бомбардировки последних двух дней. Ну я думаю, американцы к этому не будут готовы сейчас. Но если это будет повторяться, то это тоже встанет на повестку дня. Нет, тонально произошло какое-то изменение. Мы же все время их критикуемся, мы благодарим, конечно же. Но без американского оружия мы не могли бы устоять и не могли бы наступать сейчас. Но всегда хотелось бы и быстрее и больше. Но вот кажется, сейчас происходит какое-то изменение в мозгах. Они видят, что это уже чудовище, с которым ни о чем-то говорится невозможно. И помощь. Ну если он хотел добиться страха и украинцев, и Запада, а и украинцы, и Запада ответили наоборот большей решимостью противостоять ему, одержать победу и уничтожить его.